Сейчас в России существует два вида регистрации – временная и постоянная. Для того, чтобы прописаться по месту жительства, понадобится паспорт и свидетельство о государственной регистрации права собственности. Чтобы зарегистрироваться по месту пребывания, не нужно выписываться из жилья, где человек зарегистрирован и проживает постоянно. Отметка о временной регистрации в паспорт не ставится. Выдается соответствующее свидетельство, которое нужно носить с собой. Гражданин Российской Федерации может находиться без регистрации по месту пребывания не более 90 суток, по месту жительства не более 7 дней. В течение 7 дней тоже при вселении и регистрации по месту жительства также необходима регистрация по месту жительства. Заявление на регистрацию по месту жительства можно подать через портал госуслуги. Так и поступила Татьяна Гришина, когда переезжала из Ульяновска в Самару. С регистрации решила не затягивать. Через 3 дня после подачи заявления в ответ пришло уведомление. Татьяне предложили прийти в орган регистрационного учета с оригиналами документов. Пришла в промышленную миграционную службу, встала на очередь, подала заявление через портал госуслуг, что очень удобно и очень комфортно. Пришла ко времени и вот регистрироваться. Это нужно сразу делать, чтобы была прописка, чтобы все везде, у меня была дорога открыта, скажем, при поступлении куда-то или на работу. То же самое, у меня есть ребенок, чтобы он пошел в сад. Татьяна выбрала для себя другой путь, это посещение ведомства. В этом случае мы ее приглашаем, назначаем ей дату, время. Она приходит, ставит свою личную подпись и получает свидетельство уже за подписью руководителя и, соответственно, печатью подразделения. Можно подать заявление лично через МФЦ у полномоченных лиц ТСЖ или управляющей компании. В течение трех дней их передадут в органы регистрационного учета. Если заявление отправлено через портал госуслуги, то регистрацию оформят в день, когда вы принесете паспорт и подтверждающие документы. Если квартира съемная, то необходимо получить согласие собственника и подать документы в орган регистрационного учета. Также через госуслуги и опасаться, что на собственность будет претендовать наниматель не стоит. Законодатель нам разъясняет, что если вы предоставляете жилое помещение гражданам Российской Федерации для проживания, и на срок более трех месяцев вы должны зарегистрировать его по месту пребывания. Не надо опасаться, что там отнимут квартиру. Регистрация по месту пребывания не внесет за собой никакого права в будущем завладеть этим имуществом. Миграционные службы напоминают о необходимости следовать закону и своевременно обращаться с заявлением о регистрации по месту жительства или пребывания. Елена Чернявская, Максим Гусев, События.